Друзья, всем привет от рабочей молодёжи! В сегодняшнем видео мы с вами распаковываем, тестируем и даже немного поработаем на такой зверь-машине, а именно торцовочной пиле от Белмаш. Если эта тема интересна, то усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Поехали! Наше знакомство предлагаю начать с габаритов коробки. В которой инструмент и продаётся. Я не зря сказал, что это торцовка-зверь-машина, потому как, во-первых, у неё очень внушительные характеристики, о которых мы поговорим чуть позже, а во-вторых, габариты коробки 56 на 58 на 90 сантиметров. И весит она прилично, по документам 42 килограмма. Открываем коробку и внутри мы видим мешок с патруком пылеудаления, боковые прижимы для заготовок и, кстати, они безумно удобные за счёт быстрой настройки высоты прижима. Лично я на других торцовках довольно часто ими пользовался, и такое решение, конечно, порадовало. Да и сами по себе, по ощущениям, довольно массивные и надёжные. Также сверху лежал дополнительный приводной ремень, к которому мы ещё вернёмся, небольшой набор различных ключей, рукоятка фиксации поворотного стола и инструкция по эксплуатации, которой я не пренебрегаю и перед началом работ изучаю. Убираем транспортировочный пенопласт и нашему глазу открывается непосредственно сама торцовочная пила Белмаш МС-7120. Как оказалось, в комплекте также идёт дополнительный пильный диск. Достаем его наружу и следом вытаскиваем инструмент для более детального осмотра. Устанавливаем поворотный стол под 90 градусов относительно упоров, ослабляем фиксатор направляющих, выставляем пильный диск под прямым углом, закручиваем рукоять фиксации стола и, когда у нас торцовка в рабочем состоянии, предлагаю более детально познакомиться с комплектующими. Первым делом распаковали мешок для пылеудаления. С ним также идёт небольшой патрубок-переходник и комплект ключей. Далее развязываем ещё один пакет, в котором находится точно такой же комплект ключей. Вот тут не могу сказать, то ли так задумано, то ли просто положили лишние. Однако при обслуживании и настройке пилы нам иногда требуется два одинаковых шестигранника. Устанавливаем боковые прижимы с каждой стороны, фиксируем их при помощи винтов и предлагаю разобраться с дополнительным пильным диском, наличие которого меня немного удивило. Открываем коробку и видим, что диаметр пильного диска 12 дюймов, что равняется 305 миллиметрам, а количество зубьев на диске 60 штук. Далее переключаемся на тот диск, который уже установлен, и убеждаемся, что он аналогичный. То есть все характеристики такие же. Получается, что в комплекте идёт точно такой же дополнительный диск. Фиксируем мешок пылеудаления, достаем боковые упоры, разворачиваем питающий кабель, который, к слову, сечением 3 на 1 миллиметр квадратный, и с длиной более чем достаточной для стационарного использования. Получаем торцовочную пилу в полной боевой готовности. Сейчас предлагаю более подробно пройтись по всем узлам и агрегатам. Начнём сверху вниз, и первым будет двигатель. Тут у нас синхронный, мощностью 1,6 кВт, защита от перегрева и функция плавного пуска, что для подобных характеристик точно не будет лишним. Крутящий момент от двигателя на пильный диск передаётся как раз при помощи точно такого же ремня, который идёт дополнительно в комплекте. Откручиваем крышку, и у нас есть доступ к натяжке ремня и обслуживанию узла. Запускается двигатель при помощи кнопки на рукояти, причём есть система безопасности, которая не позволит опустить пильный диск и запустить двигатель без зажатия одновременно двух кнопок. Частично про пильный диск мы уже поговорили. Единственное, что можно добавить, так это возможность устанавливать диск диаметром до 315 мм. Для замены диска необходимо ослабить винт выдвижного кожуха, с обратной стороны при помощи шестигранника зафиксировать, и с другой стороны таким же шестигранником открутить болт крепления диска. Размер внутреннего диаметра патрубка пылеудаления составляет 42 мм, а снаружи получилось 48 мм. Но самое главное, что ни одно штатное крепление к моему пылесосу напрямую не подошло. Как вы видели, в комплекте с пилой также шёл переходник, после установки которого у меня так и не получилось подключить пылесос. Пытался как и через штатные переходники, так и те, которые приобретал отдельно. По итогу давайте поработаем с мешком, заодно и посмотрим на количество пыли вокруг. Спускаемся немного ниже, и тут мы видим блок управления лазером, на котором размещена кнопка включения. Сам лазер находится не под пильным диском или внутри кожуха, а на корпусе пилы, что в теории делает его более долговечным, и пыль не будет мешаться. Правда, у меня сразу возникло желание проверить, как он будет светить на высоких заготовках. Сначала подставляем небольшой брусочек толщиной до 50 мм, и тут всё идеально. А затем идёт брусок высотой под 100 мм. И тут луч хоть и не такой чёткий, но всё ещё информативный. В общем, мои сомнения были напрасны. Как многие из вас знают, основным нюансом пил с протяжкой является направляющие. Обычно нюанс заключается в люфте, который присутствует на максимальном вылете во всех пилах, а вот его размер может отличаться. В нашем случае скольжение на холостых проходах идёт плавно, без каких-либо торможений и проблем. Кстати, обратите внимание на расположение направляющих относительно друг друга. Не знаю, высчитано ли это специально, или преследовалось что-то другое, но по факту мы имеем минимальные люфты на всех положениях. Тех усилий, которые я принимал для эксперимента, в жизни обычно не бывает. Однако даже так, лично для меня, результат очень даже неплохой. Вес пилы по документам 36 кг. Конструкция выполнена из литого алюминия со множеством ребер жёсткости. Ну а мы с вами переходим к узлу наклона пильного диска. И тут наблюдаем градусную шкалу, настраиваемый фиксатор 45 градусов и несколько регулируемых рукоятей. Давайте по порядку. Боковая ручка отвечает за жёсткую фиксацию узла, её необходимо зажимать, когда угол наклона настроен. С лицевой же части есть рычаг, выдвигая который мы можем менять этот самый угол наклона. Максимальный угол может быть до 47 градусов. А вот что непривычно и точно относится к большому плюсу, так это возможность наклона как вправо, так и влево. К примеру, на всех пилах, которыми пользовался я, можно было наклонять диск только в одну сторону. А тут, пожалуйста, свобода выбора. Естественно, при необходимости указательный флажок настраивается, и тут проблем нет. При пропиле под углом нигде ничего не цепляет. Есть жёсткая фиксация в нулевом положении, 22,5 градуса и 45 в обе стороны. Давайте поближе рассмотрим боковые упоры. Визуально они очень внушительные и высокие. Оно и понятно, максимальная глубина пропила по паспорту 108 миллиметров, но об этом чуть позже. Если снять упор, мы можем наблюдать небольшую выборку для скольжения и два винта под шестигранник для регулировки основания упоров. Кстати, это единая конструкция, благодаря чему левый и правый упор идеально размещены относительно друг друга. Сами же упоры фиксируются в нескольких местах при помощи одного винта с барашком и одного под шестигранник. Если всё затянуть, то никакого люфта нет. Насчёт прижимов я вам уже рассказывал. Честно говоря, конструкция максимально удобная и внушает доверие. Более подробная характеристика появится уже после небольшого опыта эксплуатации. Наконец, мы переходим к одному и самому интересному элементу, а именно поворотному столу. Сначала рассмотрим его расширители, которые также выполнены из алюминия. Довольно широкие и имеют фиксаторы на направляющих. В перспективе пила будет иметь своё рабочее размещение, и расширители мне не понадобятся. Но сами по себе они неплохие. Основание литое, видим множество ребер жёсткости и механизм крепления расширителей. С каждого угла установлены прорезиненные ножки, и на столе пила никуда не скользит. Что касается самого поворотного стола. Угол, на который он может поворачиваться в левую сторону составляет 50 градусов, а в правую 60. Вот тут однозначно скажу, что это большой плюс. Не для каждого, но лично я с такой необходимостью сталкивался. Есть жёсткие фиксации на нуле, 15, 22,5, 31,6, 45 и 60 градусов. Плавный пуск для такого типа оборудования, конечно, необходимость. Работать становится в разы комфортнее. Теперь предлагаю сделать тестовый пропил по ДВП, чтобы замерить максимально возможную ширину заготовки за один проход. Вместо заявленных 350 мм у меня получилось 340. Возможно, 350 имелось в виду с диском диаметром 315 мм, но на данный момент имеем такой результат. Так сказать, не отходя от кассы, давайте сразу проверим высоту пропила. Нашёл брусок в районе заявленной высоты 108 мм и отторцевал край без каких-либо проблем. Даже был запас. Следом берём доску в районе 115 мм и тут тоже проблем не возникло. Даже доску высотой более 120 мм можно было отпилить, но в неё уже начинает упираться каркас пильного диска. В общем, вывод такой. По высоте заявленные величины сходятся, и если заготовка не широкая, то можно отпилить даже толще. Конкретно до внешнего фланца пильного диска у нас высота чуть менее 120 мм. Нашёл у себя остаток кленового щита и предлагаю протестировать, насколько рез получается чистый. Результат получился очень даже неплохой, и видимых сколов или заусенцев нет. Переворачиваем заготовку и смотрим, как обстоят дела с обратной стороны. А вот что касается лазера, то на мой взгляд есть небольшое отклонение в районе 2 мм на ширину щита, и желательно это исправить. Для регулировки есть несколько винтов, один из которых отвечает за грубую настройку, и два по бокам за подстройку. Немного разобрался и получилось всё настроить идеально. Небольшой тест расположения пильного диска относительно поворотного стола. Устанавливаем цифровой угломер сначала на стол, сбрасываем угол до нуля и затем помещаем его на пильный диск. Наклоняем диск на 22,5 градусов и смотрим на показатели. То же самое делаем и с 45 градусами, как в правую, так и в левую сторону. Если слева на 22 было всё примерно так же, то вот на 45 отклонение уже было существенным. Следующий тест будет уже приближённый к практике. Возьмём брусок ясеня и отторцуем его под разными углами, при этом замеряя получившийся результат цифровым угломером. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделал пропилы под 90, 45 и 30 градусов относительно упоров. Результаты вы могли наблюдать на экране. За это время пила покрылась довольно внушительным слоем пыли. Давайте раскроем мешок и посмотрим, что там внутри. По моим ощущениям, примерно половина из создаваемой пыли попадает в мешок. Остальное разлетается вокруг. Другими словами, без пылесоса лучше не работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проверил плоскости при помощи металлической линейки. И из-за того, что основание упоров единое, то тут погрешностей нет. А вот на поворотном столе перепад есть. В основном из-за того, что центральная часть чуть-чуть выше боковых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подключил я все-таки торцовку к пылесосу. И вы можете сравнить, насколько чище стала работа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, вот такая распаковка получилась. И постарался в подробностях рассказать как о положительных моментах, так и о возможных нюансах. Естественно, вывод делать исключительно вам. И лично у меня эта торцовка будет стоять в новой мастерской на первичной операции торцевания заготовок в размер. Ну а если это видео было вам полезным, либо просто понравилось, то лучшая благодарность для меня это будет палец вверх и, конечно же, ваша подписка. Ну и, как обычно, я с вами не прощаюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА